Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудаем. Коротко о главных темах выпуска. Долгожданный снег или проблема для пешеходов? Почему город не убирают? Чей гараж? Что планируют власти для того, чтобы узаконить систему гаражной амнистии? Пресечь преступления в считанные секунды? Как это удается сотрудникам полиции и как они готовы к новогодним праздникам? Искусство лечит в приемном покое КВ теперь звучит живая музыка. Под ногами кашем, пороги нечищенными, рязанские парки утопают снегом. Рады только дети, которые катаются с горок. Пожилым людям, привыкшим к долгим прогулкам, ходить тяжело. Пешеходы жалуются на неудобства. Вместе с ними качество зимней горки оценила Дина Исляева. Бабушки, подойди, подойди к бабушке. Ступеньки каменной лестницы похожи на каток. После снегопада их не чистили ходить в Нижнем городском саду, который в народе называют пьяным парком и в трезвом состоянии небезопасном. Елена приходит сюда часто с внуком. Он любит кататься с горки и играть на детской площадке. Наверное, почистят скоро. Но желательно лучше, конечно, чтобы были ухожены порожки. Чистят, периодически чистят. Нет, туда же трактор ездит, чистят. Но вот сегодня не было, видимо. Ну, сегодня, наверное, не было, да. Памятник грибам с глазами замелось снегом. Тропинка к нему больше похожа на лесную. В Нижнем городском саду не чистят даже дорожки, по которым чаще всего ходят люди. Под ногами снежная каша, песком посыпан лишь небольшой участок у Дома народного творчества. Ну, сами видите, вот дорожки у нас какие. Пока еще, конечно, снежный покров не такой высоты большой, чтобы можно было, скажем так, увязнуть в снегу. Но все равно оставляет, конечно, желать лучше. Ситуация не лучше в Центральном парке культуры и отдыха. Песок завезли, но он так и лежит нетронутым ящиком. Пешеходы гуляют только по протоптанным дорожкам. А его пока не чистили? Пока не чистили. Нет, ни одного человека нет. Вчера позавчера не ковыли. Лесопарк, пожалуй, единственное место, преобразившееся к зиме. Здесь установили новые арт-объекты медведя, играющего в шахматы и ландыш с улиткой. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Снова платные парковки. С 3 по 17 декабря на пяти улицах они будут работать в тестовом режиме. За это время планируется провести настройку всех систем и сервисов по плате. Вот адреса, по которым теперь припарковаться можно будет только за деньги. Улица Липникта, участок от улицы Подгорной до пересечения с Грибоедова. Улица Скоморошинская, участок от улицы Щедрина до пересечения с Грибоедова. Улица Садовая, участок от улицы Свободы до пересечения с Есенина. Улица Щедрина, участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Вознесенская. Улица Подгорная, участок от улицы Скоморошинской до пересечения с Есенина. Остальные платные парковки продолжают действовать в штатном режиме. В будние дни с 8 до 18 часов выходные и праздничные плата не взимается. Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку или высадку пассажиров. Власти задумались о проведении гаражной амнистии. Зам. министра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко рассказала, сейчас обсуждается новый механизм прощения регистрации гаражей. Это связано с тем, что в настоящее время понятие гараж, гаражно-строительный кооператив, а также ответственные за их использование лица не определены на законодательном уровне. Гаражно-строительные кооперативы появились еще в советское время. Часто землю под их строительство выделяло предприятие. И сейчас у людей возникает проблема с регистрацией такой недвижимости. Эти кадры, снятые в микрорайоне Дашково-Песочный, металлические гаражи еще в советское время на улице Тимакова установили жители малосемейок, находящихся через дорогу. Официально оформлена эта недвижимость не была. Землю, на которой стояли гаражи, кооператив арендовал. После того, как аренда закончилась, людям предложили компенсацию, гаражи вывезли, на их месте обещали разбить парк. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, большинство членов гаражного кооператива «Рубин» свои машины-места поспешили приватизировать. Побоялись, что останутся без гаражей и без компенсации, если эту территорию в районе М5, мол, отдадут под строительство развязки. Приезжаем и урожаи их охраним, и все как положено. В подвалах убираемся, чистим, вот снег. То есть, как бы это, следим за всем этим. Машины сейчас нет, машины на улице, банки, склянки, инструменты и все такое остальное. Упрощение регистрации гаражей поможет решить большинство проблем, с которыми сталкиваются их владельцы. В Росреестре обещают, что законопроект станет аналогом всем известной дачной амнистии и отмечают, что документ может быть принят уже в следующем году. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Раскопали и забыли ситуацию, которая для рязанцев совсем не исключение справил. На улице Октябрьской для проведения капитального ремонта теплотрассы разрыли трубы, а плиты оставили рядом. Теперь не пройти, не проехать. Продолжит Валерий Седов. Огромная траншея во дворе дома номер 55 по улице Октябрьской появилась, по словам местных жителей, три недели назад. Плиты оставили на дороге, полностью перекрыв проезд и подход к близлежащим домам. Во-первых, у нас отключает отопление. Оно не всегда есть. А во-вторых, для них неудобство. Кто же зимой работами этими занимается. Обходить не то, что проехать, а обходить очень сложно. Потом неудобство то, что они постоянно шумят, шум и все на свете. Нам это предоставляет много неудобства. А после раскопа, говорят жильцы, все рабочие пропали. Трубы отопления так и остались лежать, не прикрытые ничем. Перепады температур, различные погодные условия. Из этих факторов 4 дня назад трубу теплотрассы прорвало. Жители вызвали работников. Но те, по их словам, просто развели руками и уехали. Сейчас это место закрыли тряпкой. Жильцы рассказали, что рабочие здесь появились практически впервые. Теперь у них множество задач. Ремонт теплотрассы. Этого участка, а протяженность? Ну я не знаю. Протяженность это... А как долго будет делать, что за работа предстоит? Я понятия не имею. Ну замена труб, отопление и горячей воды. Мы электрики, мы приехали осветить эту яму и все. А конкретно что тут будут делать, мы не знаем. Местные жители рассказали, что траншею оградили в первый день. Вот только ленту унесло ветром практически сразу. Неужели три недели ограждений не было? Рядом с ямой по тропинке ходят дети в ближайшую школу. Водители попали в не менее сложную ситуацию. По словам местных жителей, такие объявления появились на гаражах буквально за час до начала ремонта. Поэтому машины выгнать никто не успел. Сейчас автомобили так и находятся в гаражах. И быть им там до конца ремонта теплотрассы. Местные жители рассказали, что тепло у них в доме есть. Отключают редко на время проведения работ непосредственно на самих трубах. Пока с проблемой именно отопления они не столкнулись. А вот затянувшийся ремонт – это уже больная мозоль. Водители вынуждены смотреть из окна свои запертые автомобили. А местные жители – искать обходные пути к своим квартирам. Телекомпания «Город» предложила РМПТС прокомментировать сложившуюся ситуацию. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Новые технологии на страже законом. Когда жители города сообщают по телефону о преступлении, то попадают в дежурную часть. Сотрудники, которые работают в круглосуточном режиме. Им помогают камеры видеонаблюдения, расположенные по всему городу. Подробности далее в сюжете. Драка в режиме реального времени. Благодаря тому, что избиение попало в поле зрения камеры, видеонаблюдение удалось предотвратить. Возможно, самое страшное. Товарищ старший лейтенант, автовокзал Приокский, камера 12. Драка. Двое сбивают одного. Самара-Волги, Самара-Волги. У нас телефон может для связи. Самара-Натриятия. Пошли срочный наряд ППС к автовокзалу Приокский за автовокзалом. Драка. Двое сбивают одного. Побыстрее туда. Благодаря новым технологиям, стоящим на страже закона, наряд полиции прибыл на место происшествия в течение пары минут. Вообще, по существующим нормативам, наряд должен выезжать сразу, как только поступило сообщение о правонарушении. В оперативном зале группы управления нарядами регионального управления МВД работа ведется круглосуточно. Сотрудники проводят мониторинг оперативной обстановки на территории города. Работа ведется на основании той информации, которая выводится на рабочие мониторы с видеокамер, которые расположены на территории города Рязани. Данные камеры расположены практически во всех местах массового пребывания граждан, на вокзалах, на центральных площадях, центральных улицах, на перекрестках. Там, где не видят камеры, видят люди. Активно работают постовая и дорожно-патрульная службы, а также наряды Росгвардии. Все они патрулируют улицы и смотрят за порядком в городе. Хотя, по словам самих оперативников, новые технологии и камеры видеонаблюдения серьезно помогают в работе. Как в качестве профилактики, так и в качестве раскрытия преступлений. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». День открытых дверей состоялся в Рязанском государственном медицинском университете. Впервые он прошел зимой в преддверии Олимпиад по химии и биологии. Их победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении. Эта практика для медицинского университета уже стала традиционной. Чем еще удивили абитуриентов, расскажем далее. Назвать сильную кислоту со слабым основанием, посмотреть на инфузорию туфельку, сделать непрямой массаж сердца. Все это можно было попробовать на дне открытых дверей в Рязанском государственном медицинском университете. Я с детства мечтала об этом, на самом деле, поступить в медицинский. Еще у меня почти все родственники учились в медицинском, поэтому еще больше желания. Папа – хирург, также преподаватель здесь, мама – акушер. Ну вот, брат старший тоже решил пойти в мед, я по его стопам. С хирургом на лечебное дело, ну, это моя мечта детства. Рязанский институт – один из самых лучших институтов, так, по крайней мере, говорят абсолютно все. Сюда даже приезжают люди из разных стран, так что я хочу поступить сюда. Для гостей подготовили квесты по химии и биологии, предметам, которые нужно сдать для поступления в ВУЗ. Отличные знания абитуриенты смогли показать и на профильных олимпиадах. По биологии она уже стала традиционной, а по химии в этом году пройдет впервые. Победители и призеры олимпиады по химии получают дипломы и дополнительные баллы при поступлении. Победители – три балла, призеры – два балла, участники – один балл. Эти баллы добавят к результатам ЕГЭ. Чтобы принять участие в первом этапе, нужно зарегистрироваться на сайте Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова до 8 декабря и выполнить тестовое задание до 14 января. Дополнительные баллы будут начислены и за другие личные достижения. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. За это индивидуальное достижение мы начисляем дополнительно три балла. Наличие золотого знака ГТО – два балла. Также мы учитываем волонтерскую или добровольческую деятельность и здесь начисляем от одного до трех баллов. Абитуриентов медицинского университета ждут шесть факультетов. Это лечебное дело, педиатрия, медико-профилактический факультет, стоматологический и фармацевтический, а также факультет среднего профессионального образования и бакалавриата. Конкурс на них традиционно высокий. Поступать в Рязанский вуз приезжают не только со всей страны, но и за рубежа. Ведь акцент в образовании делается на практику, на формирование умений будущих специалистов. Университет имеет свою стоматологическую поликлинику, которая динамично развивается. Мы до конца этого года планируем завершить за выполнение государственных контрактов. Должны это сделать на поставку самого сильного томографа стоматологического для Рязани в нашу поликлинику. Также получим специальный аппарат Фрезер, оптический сканер для лаборатории нашей. И это материальное оснащение продолжается по всем направлениям, не только стоматологик, о котором я говорю. Стоит отметить, что в Рязанском государственном медицинском университете абитуриент имеет право подать документы на три специальности высшего образования, а также на неограниченное количество программ подготовки среднего профессионального образования. Поэтому что выбрать – лечить людей, создавать лекарства или следить за эпидемиологической ситуацией в городе – решать каждому. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Валерий Седов. Телекомпания. Город. Прекрасные мгновения, овеянные искусством. В понедельник начался в приемном покое ОКБ с живой музыки. Скрипка создала свою особую атмосферу. На необычный шаг решились для создания благоприятного настроя пациентов. О том, как сами пациенты отреагировали на это нововведение и какая музыка прозвучала, узнал Валерий Седов. Произведения Пхитцола и Майера не звучали еще ни в одном приемном покое Рязанского медицинского учреждения, особенно в живом исполнении. Очень хорошо, прям в релаксации для души. Очень приятно смотреть на это, восхищаться. Душевные прям состояния очень хорошие. Думаю, очень нужно, потому что люди со своими приходят бедами, печалями, болями, а здесь такое приятное нововведение. Так что замечательно. И уходишь с прекрасным настроением. Хороший, конечно. Душевный. Ну, нормально, послушать можно. Живая музыка в приемном покое – это эксперимент. Такую идею главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов позаимствовал у зарубежных коллег. Музыка играет в приемном покое для создания благоприятной атмосферы. Я думаю, вот несколько минут классической музыки, живой музыки, должно только благоприятные впечатления у наших пациентов создавать. Именно в понедельник здесь самый такой насыщенный день специализации пациентов. И те несколько минут, которые они проводят в этом приемном покое, должны немножко скраситься этим. Живая музыка – это совместный проект областной клинической больницы и Рязанской филармонии. Раньше музыканты давали концерты в здравоохранительных учреждениях для врачей. Сегодня классические произведения звучат для пациентов. Люди по-разному, многие стесняются, некоторые останавливаются, слушают. Ну, я думаю, просто все тоже удивлены, это первый раз. Приемный покой – то место, где пациенты ожидают госпитализации. Здесь нет палат экстренной помощи или палат с больными. И первая программа пилотного проекта для слушателей составлялась особенным образом. И мы решили, что мы будем играть произведения легкие для восприятия, эмоциональные, ну, скажем так, легкую классику, джаз, романтическую музыку, но несложную. Там не соната Григо, да, не Брамса, но то, что воспринимается обычными людьми легко. Вот, ну и так и руководствовались таким образом выбором программы. Планируется, что такую практику внедрят на регулярной основе. Каждый понедельник они будут звучать по одному часу. А программа с каждым разом станет все необычнее и сложнее. Не изменится главный принцип – музыка для создания благоприятной атмосферы. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». К новостям экономики. Оказывается, не все так уж и плохо, судя по всероссийскому рейтингу зарплат. Согласно данным, Рязанская область заняла 47 место. Таким образом, каждый 71-й рязанец получает зарплату более 100 тысяч рублей. Половина рязанцев зарабатывает от 15 до 33 тысяч рублей. Рязанскую область по количеству доходов уверенно обогнали жители Новгородской и Тульской областей. И это не считая столицы. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Почти 30% его жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей. Таким был этот день. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте. город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю им хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok